Всем привет! С вами подкаст, посвященный прогнозам на ММА турнире. Обзовем его прогнозы на диване. С вами Егоренков Михаил, главный администратор паблика Split Decision и команда MMA Bets. Представьтесь, ребята. Привет! Здорово! Я Макс. Я Андрей. Собственно, сегодня мы хотим обсудить прошедшись в 2015 год именно с позиции успешности наших прогнозов. В целом, что нам этот год принес, что мы ожидаем от предстоящего года 2016-го. Ну и в целом попытаемся рассказать всем любителям ММА, фанатам, что такое ставки, как с этим жить, как бороться с неудачами и в чем отличие от просмотра простого фаната ММА и того человека, который рискует своими кровными средствами. Собственно, пожалуй, с чего мы начнем. Ребят, расскажите, пожалуйста, о себе, в принципе, вообще в двух словах, как давно вы занимаетесь ставками, почему вы брали ММА и сколько вас вообще в человек-команде. Ну, давай начну я. Занимаемся мы ставками уже около лет четырех. В команде у нас три человека, если не считать редакторов. Почему занимаемся ставками? Потому что нам нравится смотреть бои и немного как бы подтапливать за каких-то бойцов не с позиции фанатства, а именно с финансовой точки зрения. Ну, я долгое время смотрел ММА просто так, потому что мне было интересно. И просто в один прекрасный день задался вопросом, а можно ли вообще как-нибудь заработать на этом все. Долго-долго не мог найти, потом нашел такую чудную контору, называется Бэтсити, которая находилась где-то через дорогу от моего дома. Зашел я туда первый раз, немного неловко оказалось, грязное вонючее место, полное алкашей, и я подумал, что нет, ставки это не мое. Потом это было где-то на турнире Мачидо Джонс, я все-таки думал, пора, пора попробовать, Мачидо размажет Джонса. И, наверное, первая моя ставка была провальной. Слушай, извини, перебью, вот, просто чтобы было бы сразу поинтересоваться, а какой был размер у первой ставки? Стандартный 100 рублей, как у любого... 100 рублей. Сатэн взял у мамы на мороженое и поставил на Мачидо. Окей, понятно. То есть, ты вначале, как и любой игрок, пожалуй, выбирал какого-то группы бойца, за которого топил, фанатом которого ты являлся, и вот решил сделать одну ставку на него, да? Полностью, всем сердцем, да, топил, и я думаю, именно так. Это еще и коэффициент 3, это я, получается, выиграю аж 300 рублей, и маме отдам, и сам заработаю. И поэтому, да. Понятно, понятно. Именно из этих соображений. Ну и, получается, как на тебя повлияла первая неудача вообще? То есть, наступила какая-то замазка, ты попытался отыграться сразу же, там, на следующих турнирах, или в целом как-то отложил этот вопрос? Да нет, я отложил этот вопрос, потому что Мачидо почти его победил, как казалось мне. Ну, на самом деле, я проходил через все те же самые ступени, через которые проходит любой новичок. Само собой, я потом отложил, я стал очень много читать, где лучше ставить, почему лучше там ставить. Ну, прошел достаточно длинный путь перед тем, как начать ставить серьезно. Потом уже следующая моя ставка была, сейчас постараюсь вспомнить, на турнир, по-моему, на турнир Густав Сэн против Джонса, первый. И я тогда собрал тысячи три, наверное, и поставил пять экспрессов, и они тоже у меня не задались. И второй блин тоже вышел комом. Ну, а потом уже пошло все как по маслу. Понятно, понятно. Ну, здесь, я думаю, в подробности вдаваться не стоит, потому что история наверняка длинная. У меня просто немножко другой вопрос, да? Я, на самом деле, как бы в ММА-комьюнити контактовском кручусь достаточно давно, вот, наблюдаю со стороны за всеми движениями, за всеми пабликами, кто чем занимается. Ну, и в целом, вообще, слышу отзывы о вашей компании. А насколько я понимаю, ваш... Вот сейчас, на данный момент, насколько я вижу вообще все, что творится в ВК, прогнозами пытаются заниматься многие. Кто-то даже пытается продавать. У вас же и есть и прогнозы, вы их успешно продаете, и, к тому же, они идут в плюсы, вот. Что, как ни странно, вот. Но сразу ли получилось выйти на такой уровень, на статус хороший, или, возможно, тоже были какие-то неудачи? Потому что я слышал отзывы негативные тоже. Да, само собой, перед тем, как ты достигаешь, допустим, какой-то идеальной стратегии или плана работы, ты проходишь очень много там и плюсов, и минусов, и, как я по ним помню, мы долго шли именно к этой идеальной стратегии, именно вот этого подбора ставок, которые мы даем. Мы давали все от стратегии, которую мы назвали марафон. Это когда ты берешь по одному бойцу с каждого турнира. Ну, как говорится, самый железный там. С одного мы взяли Туменова. Ну, к примеру, это, образно говоря, Туменов. Мы поставили на него 1000 рублей и выиграли 1200. Все, первая ступенька марафона у нас пройдена. На следующий турнир мы выбираем самого надежного бойца, к примеру, это Аверим. Аверим. И кидаем уже эту 1200 на Аверима. И получается такой, как бы, бесконечный экспресс из самых надежных бойцов. Ну, мы пробовали очень много стратегий. Вплоть до таких вот железных коэффициентов, которые мы делаем. 1.3, 1.4. Потом понимаешь, что это на дистанции все становится очень и очень грустно. Когда ты смотришь, у тебя 5 прогнозов плюс с коэффициентом 1.3, 1.4 и, допустим, 2 минуса. И как ты там не крути, там скажешь, у меня всего 2 минуса, остальные плюсы, все равно плюс тебе будет мизерно. Это в лучшем случае. Да, мы прошли очень долгий путь перед тем, как, ну, именно перейти к своей нынешней стратегии. Да, на самом деле особой стратегии-то никакой нет. Ну, по-хорошему. Тут просто, ну, как сказать, с момента набора необходимого опыта, ну, как и в ставках, так и в самом спорте, уже начали несколько обрастать и лучше разбираться, вот, ну, в возможных исходах конкретного события. То есть смогли больше коэффициенты брать в расчет. Раньше как-то приходилось исхитряться, там, брать много экспрессов, либо просто низкие коэффициенты. Ну, в итоге все оказывалось достаточно плачевно, как было сказано ранее. Ну, в итоге, в принципе, ну, как я считаю, вышли на достаточно неплохой уровень и планируем совершить ситуацию дальше. Ну, перебью немножко, ну, не перебью, а дополню. Изначально это была цель собрать коэффициент, к примеру, 2. 5 ставок с коэффициентом 2. И собрать это любой ценой, там, тотал больше 1,5 с коэффициентом 1,2, там, победу Ронде Роузи. И, знаешь, так, по крупичкам собрать и коэффициент 2, допустим, из 5 событий. Потом понимаешь, что ММА – это все-таки очень специфичный вид спорта, в котором коэффициент 2 может обернуться к тебе боком при любом, блин, истечении. К примеру, это сечка какая-то очень тяжелая, и боеста, фу, враче ста на этот бой. Либо же… секунду. Либо же это какой-то мнимый буллщит. И ты понимаешь, да, что буллщита в этом быть не может, но это все выходит тебе боком. Либо же какая-то ранняя остановка, что брык сходит в 90%. Все-таки. Сунасчет 90 – это, конечно, несколько преувеличено, но, тем не менее, такое случается. Это бьет по карману. И очень даже сильно. Да, просто ММА, я считаю, что это вид спорта, который не прощает ошибки в ставках. Понятно. А у меня такой вопрос просто, немножко отойдя в сторону. Я так понял, Макс – это тот самый Дана Вайт, который всем этим делом занимается, является лицом этой команды. Ты как-то некий такой локомотив от этой вашей компашки, движухи, который все это на себе, грубо говоря, тащит. И со временем у тебя появилась команда с подвижников, с которыми ты, собственно, на данный момент трудишься. Вот у меня тогда вопрос к Андрею. Андрея просто я раньше видел в таких пабликах, как по Морде, например, да? Да, да, да. Пересекались мы тогда. Вот, Андрей, как тебе затянула эта трясина? Как ты попал в эту команду? Потому что, ну, вообще просто я дополню, да? Как бы у стандартного фаната ММА, как бы, вот эта вся история с продажей прогнозов, это, ну, априори, обман. Что кто-то пытается не обновариться, то есть, был ли у тебя какой-либо страх вообще, как ты с этим сошелся? Как ты вообще сам начал ставить? И как ты решил заниматься этим, скажем так, на персональном уровне, продавая свои знания, свой анализ? Вот. Ну, на самом деле, продаем мы достаточно недавно. Вот еще в те времена, когда я был в Поморде, главный администратор был в договоренности с Максимом, и они публиковали рекламу в Поморде. Я когда, вот, примерно в то время начал только первые шаги делать в ставках, и относился с некоторыми недоверием. Я думаю, ну, там тоже разводят людей, все дела, там, ну, естественно, первые мысли новичка, какие только могут возникнуть, ну, при виде таких новостей. И в скором времени Максим мне прислал скриншот или переписку, я не помню, с небезызвестным Александром Торуновым. То есть, это, да, это дало толчком, стало толчком для нашего дальнейшего общения и, соответственно, совместного сотрудничества в будущем. Много времени мы работали бесплатно, если не ошибаюсь, то год прошел, ну, может, чуть меньше. И потом появился Сергей, который высказался вот с предложением непосредственно, уже создать именно команду, занимающуюся платными прогнозами, которая, соответственно, работает и по сей день. Вас понял. Ну, здесь, собственно, я думаю, для наших слушателей вкратце обрисовали, чем вы занимаетесь, кто вы такие, как к этому. Всем привет!